добрый вечер гомель на беларусь 4 прямой эфир я приветствую всех в этой студии сегодня вторник а значит самое время дать полезные советы дорогие друзья которые пригодятся каждому дело в том что наступает время праздников и конечно же выбора подарков все влюбленные в эти дни готовятся к 14 февраля женщины к 23 числу ну а мужчины конечно же к 8 марта и всем нам очень хочется порадовать удивить своих любимых родных и близких чем-то необычным вы знаете вот по мнению социологов дорогие друзья сам беспроигрышный вариант сделать что-то своими руками чем мы сегодня и займемся в прямом эфире присоединяйтесь наш телефон студии 34 22 43 мы также ждем ваших сообщений в вайбер очень интересно узнать как вы относитесь к подаркам сделанным сделанными своими руками ну а пока я представлю гостей в нашей студии это оксана демьянцева флорист так что ждем оксана ваших секретов до составления букетов добрый вечер добрый у нас сегодня в гостях стилист дизайнер одежды юлия радова добрый вечер юля очень рада видеть нашей студии ждем от тебя тоже полезных советов и интересных рекомендаций по стилю и гардеробу ну и у нас сегодня в гостях анна копенкова это мастер добрый вечер не побоюсь этого слова добрый вечер анна ну то как то изобилие красоты который на вашем столе уже кричит нам просто о том что нас ждет сегодня что-то удивительное так что дорогие друзья приготовьтесь сегодня будут и мастер-классы полезные советы напоминаю что сегодня мы делаем подарки своими руками но для начала я бы хотела конечно же уточнить вот юль например как ты относишься к подаркам что тебе приятнее дарить или получать подарки мой я люблю и дарить подарки ну естественно получать подарки я такой разносторонний разносторонний оксана а вот если выбрать дарить или получать я я предпочитаю дарить и наверное вот точно чего я не люблю это получать подарок цветы я думаю наверное редкая женщина которая этого не любит на самом деле да анна есть три таких таких категорий подарка который может быть ну вот в любое время независимо от праздника готовы получать мне кажется очень приятно особенно женщинам получать цветы так это в первую очередь потом вы знаете я считаю подарком даже например комплимент от мужчины сложно поспорить всегда очень приятно ну и наверное третье скорее всего ну это что-то сделано своими руками очень хочется тоже получить от кого-то в подарок никто и заметьте не сказал юль кстати не услышала твое мнение какие три подарка желанны для тебя всегда 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 да да цветы наверное да цветы это конечно в первую очередь потом я очень люблю шоколад поэтому конфеты шоколад это да ну подумай третье не разочарую есть такая конечно теория что вообще в принципе лучшие друзья женщин это бриллианты украшения какие-то куда ж мы без этого женщины да ну действительно а вот цветы дорогие друзья мне кажется букет цветов обрадует конечно же любую женщину и пожалуй станет идеальным подарком если вы идете в гости ну а еще украсть наверное интерьер причем не только по случаю праздника кстати флористика своими руками становится в последнее время очень популярным увлечением у наших женщин я предлагаю прямо сейчас дорогие друзья посмотреть как это делают профессионалы набраться опыта что называется оксан я иду к вам что да вот ну для начала для начала ждем каких-то секретов и я так понимаю что сегодня будем делать что-то необычное что мы сегодня будем делать цветочную композицию в корзине своими руками дорогие друзья то есть это может сделать каждый да я думаю да хорошо что нам понадобится для того чтобы сделать такую композицию нам понадобится корзина нам понадобится флористический оазис это такая губка в которую будут вставлять цветочки также целлофанчик для того чтобы не промокла наша корзиночка не испортил внешний вид понадобятся цветочки в нашем случае сегодня я подобрала эвкалипт хризантемы кустовую розочку и устому это цветочки которые будут составлять нашу композицию понадобится секатор для того чтобы подрезать цветочки наши ножницы для того чтобы обрезать целлофанчик и ленточки да еще ленточки для украшения на мой взгляд набор который очень легко подготовить до юля а можно вот вопрос иногда вот я видела серого цвета азисы да это как он предназначен для сухих цветов его не замачиваю то есть вот такую композицию из сухоцветов который кстати сейчас очень модно в этом сезоне она будет очень хорошо сохранять свежесть поподробнее кстати вот я смотрю анна обратила внимание пожалуйста вот такие пушистики как они правильно называют это лагурус здесь лаванда лагурус и хлопок а и хлопок и хлопок здесь да вот он внутри его максан а вот такая композиция она подойдет например для подарка конечно конечно шикарный подарок будет он будет очень долго радовать избранницу они сиренево здесь розовые это они бывают нет их красят они сами по себе натурального цвета такого к бежевого но красят абсолютно разные цвета они могут быть салатовые бордовые зеленые фиолетовые какие угодно то есть это уже на я так понимаю дорогие друзья что это можно до утра до утра отвечать на вопросы но хотелось бы действительно попробовать уже что то сделать и для начала хочу понять оксана вот я пришла в магазин а там вот огромное да вот такое разнообразие просто цветов как мне правильно выбрать именно для цветочной композиции необходимые вот цветы ну я бы дала несколько рекомендаций прежде всего цветочки которые будут вставляться в оазис они должны быть на плотных стеблях то есть вот предположим тюльпан вы не поставить да посмотрим здесь вот что да это роза роза кустовая и его если если ее разрезать то стебель достаточно плотный он хорошо встанет достаточно плотный очень хорошо станет в губку очень легко отлично лучше брать кустовые цветочки да потому что наверное будет экономичнее и разнообразнее получится на очень хороший совет да потому что одна розочка или вот веточка кустовая которая на которой тут 567 бутончиков ну гораздо интереснее брать лучше зелень вот в данном случае это эвкалипт который можно поделить на маленькие веточки тут я их уже разделила некоторые вот они небольшие невысокие поэтому их будет удобно подрезать до нужной длины и поставить пау ну в композицию а то есть какие-то вот скажем так четкие правила как делать цветочную композицию или здесь можно включить вот фантазию и уже фантазировать или придерживаться тут это же творческий процесс создание композиции поэтому фантазия по-любому должна быть включена по-любому это может быть авторская абсолютно авторская композиция но есть как в любом деле да чтобы получилось красиво и не разочаровала результатом да надо придерживаться нескольких ну наверное это правило но может быть это даже рекомендации какие вот основные правила рекомендации составления цветочных композиций своими руками так первое это чтобы как это не банально цветовая гамма да чтобы цвета цветов между собой сочетались потому что если цвета не будут сочетаться как в одежде так композиция не будет выглядеть гармоничные красивые так это первое правило второе что на второе композиция должна должна быть гармоничной она должна быть полностью заполнена цветами то и цветы должны находиться в равномерно заполнять все пространство. Потому что, предположим, если мы поставим, ну, да, как высокая мода, то же самое, как и мода флористическая, она может иметь какие-то отклонения. Но для этого нужно знать основные правила. Итак, значит, самое главное, каким-то образом нам правильно... Их надо неправильно, их просто нужно распределить равномерно. То есть цвета цветов должны распределяться равномерно. Я бы, например, знаешь, что сделала? Я бы, например, взяла вот такую розочку, вот так бы ее обрезала и в серединку бы сразу поставила. Получилась бы очень авторская работа. Это уже изначально неправильно, да? То есть, я так понимаю, нужно создать какую-то форму для начала? Да, да. С помощью чего? С помощью зелени. Мы будем создавать контур. Контур нашей композиции. Ой, для начала мне надо будет обрезать целлофанчик. Юлечка, помоги мне, пожалуйста. А мы готовы все помочь? Да, и Анна тоже. Что мы должны делать? Веточки зачистить. Внизу от листиков. Это очень важно для того, чтобы веточка хорошо стала. А вот смотри, вот эту, например, веточку, вот на сколько мне нужно? Ее нужно. Два-три снизу убрать, да, листочком? Тут тоже такая. Ну вот так, чтобы она хорошо будет. Вот такая высота, да, будет хорошо. Для нашей корзинки, в принципе, подойдет. Да, вот такая высота зелени, вот такая высота листиков. Можно я пользуюсь с секатором? Конечно. Вот, дорогие друзья. Это то, о чем я мечтаю каждый вечер. Придеть с работы, если ее не будет творить. А тут мы решили это сделать в прямом эфире. И вы знаете, вот такая работа мне очень нравится. Вот еще? Пожалуйста. Скажите, вот веточка одна большая, вторая маленькая. А их нужно зачищать одинаково, а потом длину мы будем подрезать. У меня получается, наверное, я так понимаю. Все, аккуратно зачищаем. Есть еще такой момент важный, не обозначила я его. Это размер цветов, да. Они должны быть соразмерны нашей композиции, нашей корзинке в данном случае. То есть корзинка у нас маленькая, да? Да, и поэтому крупных роз или каких-то огромных цветов сюда лучше вставлять не стоит. Но я так понимаю, что можно же композицию делать не только в корзине, можно, не знаю, в коробочке. Да, можно. Абсолютно вообще в любую емкость, в любую, да, и в кастрюлечку тоже. Теркалип так пахнет, безподобно. Вот коробочку можно вот просто снять, крышечку. Главное уложить сюда целлофанчика поплотнее, чтобы не промокла коробочка. И, пожалуйста, будет очень красивая композиция. Дорогие друзья, пока наши мастерицы готовят все для составления цветочной композиции, я знаю, что вы внимательно наблюдаете, но не хочу, чтобы вы забывали и про наши конкурсы. Сегодня мы разыгрываем два билета в Гомельский областной драматический театр на 15 февраля на премьерный спектакль «Мужчинам вход воспрещен». Если вы хотите получить такой замечательный приз, два билета в театр, по телефону 342243 участвуйте в нашем конкурсе. Итак, вопрос конкурса. Какую страну называют родиной флористики? 342243. Мы ждем ваши варианты ответа. Ну, напоминаю, что в прямом эфире сегодня во вторник мы делимся полезными советами, которые пригодятся каждому. Сегодня мы решили посвятить передачу подаркам, сделанным своими руками, но вот первый такой вот подарок мы делаем — это цветочная композиция, которая может подойти и действительно для какого-то праздничного такого вот презента, или же просто для того, чтобы к празднику украсить комнату, интерьер, кабинет. Сегодня делаем цветочную композицию. Подключились все, поверьте, это очень неожиданно, да. Вот. И мы, я так понимаю, Оксана, делаем сейчас каркас. И прежде всего для этого каркаса, если я правильно все поняла, нам нужно составить вот так вот зелень по кругу. Да, дальше. Он обозначит, зелень обозначит контур нашей композиции, опять же, ее объем задаст нам, да. Дальше мы просто равномерно внутри будем распределять цветы. Распределять цветы. Да. Тут еще есть несколько важных советов. Я просправилась? Да, да. Вообще-то. Несколько важных таких моментов, да, чтобы пространство внутри было все полностью заполнено. Вот этот оазис, он не должен просвечиваться и не должен быть виден. И цветочки должны достаточно плотно находиться друг к другу. Ну, вот у меня был случай такой, не очень лицеприятный. Девушка пришла с веточкой хризантемы и с двумя розочками и говорит, а продайте мне коробку, я хочу сделать композицию цветочную. Большую, наверное, выбрали, да? Да, и не маленькую. Вот внизу там у меня есть такие кругленькая шляпная коробочка. Ну, я говорю, а что еще надо? Ну, вот я говорю, надо еще оазис. Вот кладу я этот оазис. Коробка не дешевая. Далеко не дешевая коробка. Понимая, что вот эти цветочки, ну, они потеряются. Они так будут. Она говорит, а вы не могли бы мне помочь? Я говорю, девушка, милая, давайте вы подарите маме вот оно как есть. Она так хотела маме сделать приятно. Да, но почему-то вот есть такое заблуждение, наверное, что цветочная композиция, в нее надо мало цветов. На самом деле это далеко не так. Цветочков лучше взять с запасом. Даже вот на эту маленькую. Поэтому можно взять побольше зелени, обязательно какие-то кустовые цветы, хризантемы. Да, да, да. Таким образом можно заполнить все простое. Да, ну, можно лучше зелени, лучше кустовую хризантему. Пусть эти цветы будут не такие дорогие. Ну, вот так вот. Столько много счастья и радости доставляют женщинам цветы. Вот обратите внимание даже на лица сегодняшних участниц нашей программы. Ну, что ж, пока композиция готовится, напомню вопрос нашего конкурса. И напомню, что мы разыгрываем два билета в Гомельский областной драматический театр на 15 февраля на премьерный спектакль «Мужчинам вход воспрещен». Так, вопрос конкурса. Какую страну называют родиной флористики? Есть варианты ответа. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Поможешь? Мы вас слушаем. Главное – длину. Мы вас не слышим. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Родиной флористики. Я вас не слышу. Вы меня не слышите. Очень жаль. Ну, говорите. Родиной флористики. У меня зовут Светлана Николаевна. Так. Светлана Николаевна, скажите... Я трубку вас не слышу. Я слышу вас в телевизоре. А вы, Светлана Николаевна, выключите... А трубка включена. Вы не слышите. Светлана Николаевна, выключите телевизор. И вы меня прекрасно услышите в телефонной трубке. Я пенсионер. Так. Светлана Николаевна, какую страну называют родиной флористики? Давайте я вас буду слушать через телевизор и отвечать. А давайте. Хорошо. Да, я слышала вопрос. Родиной флористики называют страну Голландия. А почему вы решили, что это Голландия? Голландию. К сожалению, нет. Я уже не знаю, как показать. Нет. Меня, к сожалению, не слышит меня телезритель. Очень жаль. Я так хотела с вами побеседовать. Попробуйте нам еще раз перезвонить. И, вы знаете, я разрешу вам еще раз ответить на этот или другой вопрос. В любом случае, спасибо за телефонный звонок. Дорогие друзья, конкурс продолжается. Какую страну называют родиной флористики? 34-22-43. Разыгрываем два билета в Гомельский областный драматический театр на 15 февраля на премьерный спектакль «Мужчинам вход воспрещен». Ну и напоминаю, что мы готовимся к праздникам сегодня в прямом эфире. Делаем подарки своими руками. Кстати, один из ближайших праздников – это 14 февраля. Можно уже, да, позволить Оксане не мешать. Итак, 14 февраля. Мне очень интересно ваше мнение, как вы относитесь к этому, ну, совсем, скажем так, не нашему или не совсем нашему празднику, День всех влюбленных, Юля? Замечательно. Нишний повод признаться в любви, любимому человеку. Подарить что-нибудь и получить подарок, я надеюсь. Вот. Анна, как считаете вообще, почему этот праздник становится таким вот популярным у белорусов в последнее время? Ну, вы знаете, всем, конечно, хочется любви. Вот. Поэтому, я думаю, это главное, почему он становится популярным. Ну, вообще, еще праздник, любой праздник – это всегда повод для откровения, да? А когда вокруг все там дарят друг другу валентинки, сердечки какие-то, и такой вот день этот, он так, чем-то таким вот романтичным, да, наполнен. Ну, не знаю, есть в этом что-то все-таки такое действительно очень такое романтичное, и не только. Юля, вот есть идеи, знаю, твои золотые руки, есть идеи, вот как сделать валентинки, вижу что-то подобное на столе. Да, я принесла сегодня. Расскажи, поделись. Мы с детьми в нашей студии дизайна делали вот такие вот замечательные валентиночки. Это дети делали. Это из чего? Это из фетра. Ну, вот здесь вот фетр. Там, естественно, синтепончик. Она такая мягенькая, так будет приятно получить. Здесь у нас фетр, кружево и фоамиран. Я уже как-то приходила в студию с этим замечательным материалом. Я специально на вас посмотрела, потому что смотрю на коробочках. Там именно фоамиран, то есть это, ну, вообще шикарнейший материал, я считаю. Но мне кажется, вот это такой подарок, такая валентинка, вот покажи еще раз. Мне кажется, она подойдет как игольница, например, вот если подарить ее маме. Нет, потому что, честно говоря, как игольница она не очень хорошо будет, потому что там внутри синтепон, а синтепон очень сильно иголочки портит, то есть они тупятся. Подожди, ну а если кто-то захочет сделать подобную валентинку и сделать из нее такую практичную валентинку, игольницу, что ты посоветуешь внутрь вместо синтепона? Манка. Манка. А, неожиданно. Да, неожиданно. Манка замечательная. Она, во-первых, влагу впитывает, то есть наши иголочки не будут ржаветь, если они не очень из качественного материала сделаны. Вообще, как бы иглы делаются из нержавейки, они, по идее, не должны ржаветь. Но иногда бывает такое, покупаешь Китай, и он ржавеет. Вот. Ну а так, в принципе, конечно, можно. Только единственное, что можно здесь хвостичек такой сделать, где-нибудь подвесить его, и так. Ну вот такая вот практичная валентинка, дорогие друзья. Чем не прекрасный подарок, сделанный своими руками? Юль, спасибо. Да, мне кажется, очень. Спасибо большое. А мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте еще раз попытаемся поговорить с нашим телезрителем. Хочу напомнить вопрос конкурса. Какую страну называют родиной флористики? Разыгрываем два пригласительных билета в Гомельский областной драматический театр. На 15 февраля на спектакль «Мужчинам вход воспрещен». Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Вы меня слышите? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Меня зовут Наталья. Я пенсионер и отвечаю на ваш вопрос. Я думаю, что это страна Японии. А почему вы так думаете? Может, у вас есть еще, как бы, так вариант? Потому что там, как бы, придется вставление эфибанов. Вы правильно ответили на вопрос. Действительно. Родина флористики – это Япония. Ведь оттуда, Оксан, правильно? Пошли все вот эти вот экибаны, которые сегодня очаровывают всех нас вокруг. Спасибо большое. Наталья, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к подаркам, сделанным своими руками? Ну, положительно. Но вы сами занимаетесь чем-нибудь? Вот планируете? Нет, нет, не занимаюсь. Смотрю ваши передачи только. Ну что ж, Наталья, вот у вас есть сегодня еще почти час эфира для того, чтобы сделать выводы и чему-то научиться. Поверьте, подарки своими руками, да, они сделают счастливыми людей. По крайней мере, вот об этом, да, об этом сегодня вот мы и говорим. Спасибо вам большое за телефонный звонок и поздравляем вас с победой в первом конкурсе. Ну что ж, дорогие друзья, это прямой эфир 342243. Как вы относитесь к подаркам, своими руками сделанными. Ждем ваших телефонных звонков, сообщений в Вайбер. Ну и, конечно же, хочу обратить внимание на корзину, на композицию, которая уже появляется. То есть мы создали каркас, да, Оксана? И заполняем внутри пространства цветочками. Вот такие вот, казалось, такие огромные цветы и такие маленькие. Мне жалко их обрезать, да, слушай. А в этом есть своя прелесть. Цветочки, когда они короче, они гораздо дольше стоят. А вот в этом оазисе как часто вообще надо поливать? Нужно поливать где-то раз в 3-4 дня, аккуратненько, раздвигая бутончики, поливать туда, ну, доливать полстаканчика воды. Главное, чтобы не попасть на бутоны, иначе они начнут гнить. Это вот цветочкам, зелени, листочкам очень хорошо, когда на них будет влага попадать. Их можно опырскивать, но на цветы нежелательно. Потому что если он начнет гнить один, то уже начнут загнимать и все вокруг. Оксана, спасибо, но скажи, пожалуйста, вот ты сейчас делаешь цветы. Ну, вот мне, например, непонятно. Ты это просто хаотично их так вот туда упаковываешь? Или у тебя есть четкая какая-то схема, система, почему ты это делаешь? Ну, вот смотри, ты уже сделала, вот я хочу обратить внимание, ты уже сделала розы, ты уже сделала хризантемы. Немножко добавила и устомы. Это еще промежуточный этап. Здесь еще работа и работа. Работа и работа. Что ты будешь делать дальше, пока мы будем болтать? Буду продолжать подрезать цветы до нужного размера и распределять их равномерно по всей композиции. И еще, Оксана, скажи, пожалуйста, когда ты подрезаешь цветы, допустим, розы, покажи, как ты это делаешь? Есть ли какие-то особые секреты для того, чтобы роза хорошо в оазисе стояла? Вообще, когда оазис, и когда тоненький стебелечек, здесь они особо не важны. Прямо или наискосок. Тут важно, чтобы подрезать и сразу поставить. То есть он не лежал долго? Да, да, да. А когда розочка высокая, конечно, лучше подрезать наискосок. Это, наверное, всем известно, для того, чтобы площадь поглощения воды была больше. Вот когда наискосок подрезаешь. Ну вот, мне кажется, 14 февраля – это один из самых популярных дней у флористов. Расскажи, пожалуйста, какие обычно цветы к этому празднику покупают в Гамильске? Я думаю, что все догадаются с первого раза. Это красные розы. Это хит. Это хит во все времена и на все времена. То есть красное сердце, красные розы. Да, да, да. Если уже это какие-то могут быть сборные, цветочные композиции или букетики сборные, то бумага в сердечке, красного цвета, на валентинке, открыточки такие с признаниями в любви или в виде тоже сердечек. То есть сердечки рулят полностью. И красные розы. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, хороший совет для тех, кто не знал, что подарить на 14 февраля. Как вы относитесь, дорогие друзья, к подаркам, сделанным своими руками? Ждем ваших сообщений в Вайбере. И вот хочется зачитать уже некоторые интересные сообщения от наших зрителей. Валерия пишет, что это в сто крат приятнее, очень мило получить в подарок частичку души. Да, действительно. Вот мы сегодня составляем экибану, поверьте, четыре частички души там точно присутствуют. Ирина считает, что подарки такие, сделанные своими руками, это всегда замечательно. И добавляет, что устали мы уже от всякой ненужной и безликой ерунды. Но действительно, мы с ней как-то избалованы, да, уже у нас все есть. И на вопрос, а что тебе подарить, да, вот, кстати, как относишься вообще к таким вопросам, Юля? Что тебе подарить? Вот как ты реагируешь? Меня этот вопрос вводит в ступор. Я не знаю, что отвечать. Ничего не надо, говорю. Как? Серьезно? Ничего не надо? Да, я говорю, ничего не надо. А если любишь, значит, сам подаришь. А, ну вот очень такой интересный вариант ответа. Ну, я не знаю, знает твое требование. Твой райдер — это шоколадки там, да, бриллианты и цветы. Да, хорошо. Дальше Ирина сообщает, что она сама делает подарки, вяжет носочки и шарфики и дарит друзьям. Ух, это Ирина, кстати, хорошая идея носочки, да, связать. Таисия декорирует шкатулки и дарит близким людям. Ольга, Ольга пишет, я любым подарком рада. Знаете, Ольга, я вас тоже поддерживаю. Любой подарок — это всегда приятно и хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня готовимся к праздникам без лишних стрессов и без лишних финансовых затрат. В прямом эфире делаем подарки своими руками. Присоединяйтесь. 34 22 43. Ну, а у нас сейчас реклама. Дорогие друзья, это прямой эфир. Телефон в студии 34 22 43. Сами готовимся к праздникам и учимся делать подарки своими руками. Ну, действительно, что подарить этот вопрос, он просто иногда нас самих ставит в тупик. И здесь, конечно же, без мнения эксперта-психолога нам не обойтись. У нас на связи психолог Ольга Гриценок. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, мы очень рады слышать вас в этой студии. Вы знаете, у нас тут вот такие спорные вопросы возникают с нашими гостями. Дело в том, что мы готовимся к праздникам и сегодня говорим о подарках. И, конечно же, без ваших советов нам не обойтись. Согласитесь, типичный вопрос перед праздниками — это что подарить. Вот, Ольга, скажите, пожалуйста, вот нужно ли вообще придавать какое-то особое значение подаркам? Или это тот как раз случай, когда можно достаточно просто внимания, можно обойтись какой-нибудь там смс-кой, телеграммой и всё? Вы знаете, мне кажется, этот вопрос, что подарить, по-моему, на него никогда не будет лёгкого и простого ответа. Мне кажется, всё-таки каждый праздник — это будет повод для того, чтобы побеспокоиться чуть-чуть по поводу подарка. То есть вы... Потому что, да, подарок — это внимание. Так. Но мне кажется, знаете, это внимание должно быть не в момент дарения подарка, а немножечко раньше. Тогда оно будет чуть-чуть проще. То есть внимательно слушать, внимательно наблюдать за своим дорогим человеком или близким. И, может быть, тогда мы сможем немножко приблизиться к разгадке его желания. А стоит ли... Ольга, стоит ли задавать вот такой вопрос? Что тебе подарить? Что ты хочешь? Вы знаете, сколько людей, столько и мнений. Есть достаточное количество людей, которые хотят, чтобы им задали вопрос, потому что у них уже есть какое-то пожелание, и они хотят целенаправленно какую-то определённую вещь. Обычно это уже устоявшиеся пары, например. Иногда даже хорошо бывает, когда в паре есть, ну, какая-то хитрость или традиция, как, да, понять другому, что ты хочешь. Честно говоря, вот это тоже неплохо. Придумать какую-то традицию, как намекнуть или как прямым текстом сказать. Кто-то список невольно составляет, оставляет на видном месте. То есть без намёка... ...каким-то образом намекает. Ольга, то есть без намёка вы говорите, здесь никак не обойтись. Я всегда считала, что подарок, а что какой-то сюрприз должен быть. Ни в коем случае непредсказуемость. Хорошо, вот впереди у нас 23 февраля, и, конечно же, многие мужчины у нас сейчас в предвкушении пары новый носок, ну, белья какого-то традиционного, да. А скажите, пожалуйста, Ольга, да. А вот каких подарков на самом деле в День защитника Отечества ждут наши мужчины? Что посоветуете женщинам? Знаете, мужчины, конечно, все разные. Но если мы попробуем выделить хотя бы несколько основных типов характера, может быть, будет немножко проще. Так. Я вас поняла, Ольга. Например, а сюда может подойти, например, сертификат в баню, на рыбалку, то есть то, о чём они мечтают, да. Это тоже очень хорошо. Здесь может быть немножко другой вариант. Это когда человек, допустим, достаточно устает на работе, он загружен делами, это деловой человек, серьёзный, и ему действительно хочется подарить момент отдыха, момент расслабления, которого ему не хватало. Да, вот вариант тоже будет хорош для такого случая. Если, например, это мужчина-интеллектуал, понятно же, тогда будем выбирать что-то, что ему больше нравится. Либо квест, но интеллектуальный, либо книга, либо ещё что-то такое, где он сможет интересно провести время для себя. То есть вы говорите о том, Ольга, что нужно прежде всего посмотреть на темперамент, образ жизни, да, мужчины. А какие подарки ни в коем случае советуете не дарить мужчине на 23 февраля? Ну, может быть, не так вот ни в коем случае, но всё-таки мужчинам сложно бывает с подарками, вокруг которых нужно много хлопотать. То есть вытирать пыль с сувенирчиков, поливать цветочек, ухаживать за каким-то животным, и ещё то, что требует много заботы, не каждому мужчине понравится, как-то говоря. То есть подарок должен быть функционально и интересен. Ну ничего себе подход психолога, берегите мужчин уже и здесь. То есть собачку ему и аквариумных рыбок дарить не надо, да? Спасибо. Ольга, Ольга, ну и ещё один последний вопрос, конечно же, не могу не спросить. Дайте подсказку ещё и мужчинам. Как выбрать подарок женщине к 8 марта, чтобы всё-таки не выглядеть банальным каким-то вот? Вы знаете, есть и банальные подарки, достаточно приятные, вот украшения, там духи хорошие, но это точно нужно знать, что ваша дама предпочитает, потому что уже тут нельзя ткнуть наугад. Но вот здесь как раз-таки вдвойне важно проявить внимание до праздника. Попробуйте её послушать иногда внимательно, посмотреть за ней внимательно, вам будет гораздо легче. Вот. Но женщине, мне кажется, всё-таки выбор подарков больше. Конечно, конечно больше. Спасибо большое, Ольга. Спасибо вам за ваши ценные советы, дорогие друзья. Вот только что своими советами, как же выбрать подарок, делилась психолог Ольга Грицинова. Ну, Юля, какие предметы мужского гардероба, скажи, пожалуйста, могут стать подарком на 23 февраля? И вообще расскажи, какие мужские аксессуары сегодня в моде? Ну, аксессуары в моде мужские все. Все, что вот есть мужские аксессуары, они в моде. Главное, чтобы это были качественные аксессуары. Что я хочу сказать этим? То есть аксессуары – это часы, это ремень, это шейный платок, если мужчина носит, это ручка. Аксессуар, да. Аксессуар, да. Это портфель, портмоне. Ого, сколько вариантов на самом деле. Да, запонки. Запонки, конечно. Кстати, модная вещь очень сегодня. Галстуки. Галстуки. Да, галстуки. Галстуки, да. Один, кстати, из популярных подарков. И вы знаете, дорогие друзья, по статистике, 35-40% женщин в мире, которые покупают, точнее, 35-40% галстук, которые продаются в мире, на самом деле покупают женщины в подарок мужчине. А это уже о чем-то говорит. Есть еще два билета, это я все галстуком подвожу, два билета в Гомельский областной драматический театр на 19 февраля. И для того, чтобы их получить, надо ответить на вопрос нашего конкурса. Кстати, в 2007 году в британских больницах запретили врачам носить галстуки. И вот нам очень интересно ваше мнение. Как вы считаете, почему? 34-22-43 разыгрываем два пригласительных билета в Гомельский областной драматический театр на 19 февраля. Галстуки, да? Вот французский писатель Анна Реда Бальзак, он утверждал, что мужчина стоит того же, что и его галстук. Юля, расскажи, как же правильно выбрать галстук? Ну, я думаю, так, что он это немножко имел в виду другое. Не именно галстук, а именно аксессуары. Аксессуар мужской, именно он придает статусности мужчине. Это его визитная карточка. То есть, если у мужчины не кожаный ремень, что можно о таком мужчине подумать? Что, если он где-то там подписывает какие-то документы? А что можно подумать о мужчине, если у него не кожаный ремень? Он маленького достатка. А! Да. Кожаные вещи стоят дорого. Ну, маленький достаток – это не порог на самом деле. Я понимаю, что это не порог, но если мужчина достиг каких-то высот и какой-то статусности, вообще чего-то достиг в жизни, то я думаю, что у него в принципе… То есть, ты сейчас уговариваешь женщин сделать подарок своему мужчине, обязательно что-то, что придает ему статусности, да? Ну, в принципе, нет, смотрите, даже галстук, хороший галстук стоит дорого. Большинство галстуков, те, которые у нас продаются, это полисты… То ли дело носки и белье, дорогие друзья, да. Нет, ну, конечно, мы не будем говорить, там, дорогой или дешевый. Любой подарок, он дорог, правильно? Поэтому, в принципе, конечно, можно и полисты купить галстук, и мужчина будет рад такому подарку. Но ты советуешь обратить внимание, прежде всего, на качество галстука. На качество, да. Это должен быть шелк. Даже вот я хочу показать, что обычно даже вот проставляется, так фирму я закрою, вот написано шелк 100%. То есть, обычно это шелковые галстуки. Вы должны также посмотреть, чтобы это была ручная работа. Опять же, практически везде прописывается хендмейл или пишется ручная работа. Это что значит? В галстуке должно быть только 2-3 соединения. Вот покажи нам их соединения, чтобы было понятно. Я сейчас вот хочу посмотреть соединения, чтобы они были видны. Вот соединения, они... Покажите нашим операторам, чтобы были заметные. Вот они, соединения вот эти вот. Лучше всего, чтобы их было 3. То есть вот 1 кусочек, 2 кусочек и 3 кусочек. Так, выбираем так 3 кусочек. Это самый шикарный галстук, да. Можно больше? Иногда бывает... Нет, больше не надо. Больше это уже, знаете, из кусочков мы шили галстук. Иногда бывает 2. Ну, немножко хуже просто сидит на шее, но так, в принципе... То есть советую, чтобы это были 3 фрагмента? Ну, или 2. Если это шито из цельнокройного, это очень плохо. Или если, например, как-то очень много их, тоже очень плохо. Так вот, вот эти вот кусочки, они прошиты обычно на машине, ну, швейной. Но вот здесь вот это соединение идет ниточками. Это ручная работа. Дорогие друзья, вот обратите внимание, вот это все, покажи, Юля, еще нашим зрителям, должна быть ручная работа. Это все пришивается вручную. Это считается хороший галстук. Да. Дальше вы должны обратить внимание, вот здесь вот не должно быть зашито. Я специально принесла галстук, который... Вот, он здесь зашит. Вот это галстук нехороший. Да, нехороший. Здесь он тоже пришит, все здесь пришито. То есть это взяли, вывернули, прогладили, проутюжили. Он даже так чувствуется, вот, чувствуется, короче говоря. Да. Нужно смотреть также на подкладочную ткань. То есть она должна держать форму. Галстук должен держать форму, он должен быть плотненький пощупать. Ань, подойдите к нам, посмотрите. Даже если он шелковый, в принципе, шелковый, это же как бы считается тонкой тканью, все равно. Да, конечно. Она должна держать форму. Что еще могу сказать? Как можно еще проверить? Можно вот так вот поставить галстук, вот он должен висеть ровненько. Его не должно крутить. Вот это галстук хороший. Да, это галстук хороший. Проверим тот, который ты считаешь, что не очень. Ну, это, да, это, вот он будет просто крутиться, но этот вот можно просто его вот взять, подтянуть, и вот он начнет как бы вот так вот, ну, тут чуть-чуть подворачиваться. Ну, я тоже как бы, в принципе, это детский галстук. А, я думала, это в галстуке твоего супруга, нет? Нет, галстук моего супруга вот этого. Хороший. Так, хорошо, то есть мы научились, в принципе, выбирать галстук. Да. В принципе, да, довольно интересный совет. Итак, он должен быть, он должен, на нем должно быть написано 100% шелк, что это ручная работа, может быть, или шерсть, да. Так, дальше, он должен состоять желательно из трех частей, и желательно он должен... Ручная работа, ручная спрошита, да. Ну, и проверить можно, чтобы его как бы не крутило. То есть он должен держать форму, и его не должно крутить. Вообще, вообще в 1827 году тот же самый Нарабальзак, дорогие друзья, написал книгу под названием «Искусство ношения галстука», где посоветовал галстук не крахмалить и завязывать его с показной небрежностью. А вот как сегодня, на самом деле, правильно носить галстук? Ой, главное правило, что галстук должен быть на тон или вообще, в принципе, темнее сорочки, рубашки. Или на тон светлее, чем основной костюм. Но костюм, это не значит, что это должен быть деловой костюм. В принципе, если сейчас носят, предположим, под джемпер, да, или носят, под джинсы носят галстук. Это стиль даже называется, мили-мили-мили-мили-мили-мили-мили. Да. Главное, чтобы это было в общем стиле. То есть если мы, предположим, деловой костюм, естественно, мы не должны одевать галстук, чтобы какие-то там у нас зверюшки были, там крокодильчики. Ну, то есть, опять же, мы говорим о своей статусности. Что касается ширины галстука. Есть же узкие галстуки. Тоже конкретной моды нету на узкий галстук или на широкий галстук. Да, в принципе, сейчас модно галстуки там от 5 сантиметров вот такого плана. Вот, от 5 сантиметров до 13 сантиметров. Таксана собралась точно покупать, выбирать галстук. Да, пока. Даже отвлеклась от корзины. Ну, это зависит, какой ширины выбрать галстук. Тоже часто задаваемый вопрос, вот какой ширины выбрать галстук. Если мужчина высокий и худенький, конечно, ему такой галстук, может быть, не подойдет. Ему подойдет более узкий галстук. Но если мужчина крупный, то представьте себе, на крупном мужчине еще вот эта вот такая веревочка будет висеть. Конечно, мы выберем ему широкий галстук. То есть, комплекция мужчины, чем он больше, тем больше галстук. Плюс мы еще подбираем галстук под костюм. Вот, ласканые, ну, как вот воротник, чтобы было понятно зрителям нашим. То есть, если ласкан вот этот вот узкий, то мы выбираем узкий галстук. Если такие вот широкие борта обыкновенные, то мы выбираем как бы широкий галстук. Ну, это вот так вот основные такие позиции. По цветовым, ну, как бы я еще могу сказать так, что если мы одеваем там полосатая рубашка у нас какая-то там или полосатый костюм, то желательно выбрать однотонный галстук. Если у нас костюм, например, полосатая рубашка однотонная, то, в принципе, допустимо выбрать тоже полосочку. Полосатый галстук. Да. Ну, то есть вот такие вот позиции, когда что-то должно быть одно полосатое. Да, да. То есть мы не одеваем полосатый костюм, полосатую рубашку. Клещатый галстук. Да, и клещатую. Да, и в елочку, и в зайчике. Да, и сюда бантик. Все понятно. Юля, спасибо. Надо прерваться. Телефон на звонок у нас есть. Хочу напомнить вопрос конкурса. В 2007 году в британских больницах врачам запретили носить галстуки. Вот как вы считаете, почему? Разыгрываем два пригласительных билета в Гомельский областной драматический театр. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте для начала познакомимся. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анатолий. Анатолий. Скажите, пожалуйста, вы галстуки носите? Нет, не люблю их. Почему? У вас вообще нет ни одного галстука? Нет, они мне вообще не подходят. Подождите, сегодня говорят, что можно под джинсы галстук надевать. Вообще, вообще мне моды галстуков и бабочек не нравятся. Не нравятся. Это потому, что вы не знаете, как их носить на самом деле. Не знаю, но просто не нравятся моды. Хорошо. Ну, в любом случае, спасибо большое за ваш откровенный ответ на этот вопрос. Ну, поучаствуйте тогда в нашем конкурсе. В 2007 году в британских больницах врачам запретили носить галстуки. Вот как вы считаете, почему? Ну, у меня вариант такой, что галстуки собирают очень много микробов и пыли, а потом эти микробы попадают к пациентам. И чтобы они это после, как выздоравливают, чтобы не попадали микробы, их сразу убрали. А вы знаете, вы правильно ответили на вопрос нашего конкурса. Действительно, галстуки запретили носить, чтобы они не распространяли инфекцию. Вот хоть вы и так относитесь к этому элементу гардероба, но все о нем знаете. Ну, что ж, два билета в Гомельский областной драматический театр на 19 февраля достается вам. Спасибо большое за телефонный звонок. Кстати, Анна, вот сколько вы знаете способов завязывания галстука? Ну, если честно, ни одного. Ни одного. Юля, а сколько знаешь ты способов завязывания галстука? 26. Ого. 26? Да. Ну, на самом деле, это очень много. Хотя бы один-два можешь сейчас показать? Да, конечно. Научить наших зрителей, как завязывать галстук. Кто из нас тебе подойдет для модели? Ну, не знаю. Скажем так, я не буду придерживаться того всего, чего я здесь говорила, по цветовой гамме. Или там, потому что здесь блузка, а не рубашка, дайк ржевная. Оксана, да? Оксана. Да, ну, я могу на Оксане, допустим, попробовать завязать галстук. Итак, очень подробно. Очень подробно. Хорошо, все рассказываю. Значит, галстук. Мы, галстук, первый вариант. Давайте самый легкий сначала, первый вариант. Мы его, как бы, одеваем, типа, наизнанку. Только с другой стороны, чуть неправильно оделаем. Мы его одеваем, как бы, наизнанку. То есть, вот, видите, да? С, как мне зрителям сказать, если по отношению к Оксане, то с правой стороны у нас широкий конец, с левой стороны узкий. Так. И мы делаем под... Сейчас я вам объясню. Покажи, покажи. Да. Значит, мы делаем нахлёст. Так. Так. То есть, короткую. Да. Короткую мы накладываем на узкую. Сторону. Так. Потом мы делаем вот... Узел. Да. Узел, не узел. Как бы обматываем вот таким вот образом. Потом мы... Тут, да. Сейчас мне просто немножко несподручно. Поэтому... Ничего себе, 26, знаешь, способов. Один хоть бы освоить. Да. Ты просто покажи сначала. Хорошо. Я показываю. Так. Вот мы обмотали. Потом как будто узелочек делаем вот сюда. Потом мы делаем сюда. Вот формируется. Вот видите, у нас уже как бы узелочек получился. И потом вот сюда вот и продеваем. Юля, это что, самый простой способ? А проще ничего нет? Есть ещё один простой способ. Ну, красиво. Узелок. Так. Получился узелок. Ну, потом просто подтягиваем его, подтягиваем, подтягиваем. Ну, у нас вот... Ну, я выбрала как бы немножко коротковато. Ну, правило главное для мужчин, это что галстук должен доходить до ремня. То есть вот всё время вопросы задаются, как одевать галстук, чтобы он, ну, там, грудь чуть-чуть прикрывал, или чтобы там некоторые мужчины заправляют в брюки, умудряются даже. То есть нет, это неправильно. Два сантиметра, вот где мы ремень, талию одеваем, вот у нас ремень... И выше двух сантиметров. Нет, чуть ниже лучше было, да, чтобы два сантиметра. Ну, ни в коем случае туда галстук мы не заправляем в брюки. У тебя получилось так? Да, ну, у меня немножко не получилось, потому что я говорю, вообще нужно это вымерять. То есть в зависимости от роста человека, в зависимости, там, от комплекции, шеи какая у мужчины, мы вымеряем галстук. Ну, вообще, так я пример скажу, вы можете начать, вот где петелечка такая вот идет, для того, чтобы узкий конец держаться. То есть его сначала вот вымеряем, то есть вот так вот, и дальше начинаем плести. То есть вот этот вот кусок у нас как раз завязывается на узел. Юля, можете попросить еще раз показать, как ты это делала? Просто показать? Вот этот именно? Да, да. Хорошо, пока я развязываю галстук, тоже могу объяснить. Эти галстуки хранятся всегда в развязанном виде. Знаете, некоторые мужчины завязали галстук, потом через голову сняли, повесили, потом надели, тут завязали. Так неправильно. Галстук, чтобы долго прослужил, нужно в развязанном виде. Итак, еще раз, так завязывать галстук. Этот же, да? Да, этот, да, мы хотим уже запомнить. Так, мы одели здесь широкий конец, здесь узкий конец. Я даже специально сейчас чуть-чуть подлиннее сделаю, чтобы уже получилось так, как надо. Так, узкий конец накладываем на широкий, так. И потом начинаем оплелить, вот раз. Раз оплели, так. Да. И потом, в принципе, мы можем сразу вот так вот сделать сюда, вот самый простой вариант. Давайте, я вам упростила, это будет так проще. И вот просто сразу туда завязали. Все, и получился у нас. Давайте так сделаем. Ну, просто здесь галстук узкий, поэтому я уже по привычке стала как бы двойной его сделать. Все, и подтянули снизу. Да, и подтянули снизу. Ну, вот так вот он, ну, опять теперь длинный получился. Потому что, ну, я говорю, здесь просто как бы галстук очень, да, узенький, поэтому красиво. Теперь надо просто взять галстук, дорогие друзья, и попрактиковаться дома. Хотя бы вот такой вот простой узел освоить. Ну, в принципе, все эти узлы, они достаточно легкие. Главное понять вот эту вот технику, понимаете. Можно я еще, Оксана, да, покажу на вас? Ну, что, еще один? Да, еще один. Ну, это вот два основных. То есть один мы просто проворачиваем, проворачиваем, заворачиваем. Второй делаем наоборот. То есть отделе уже как положено. Лицевой стороной. Да, лицевой стороной, только здесь уже широкий, здесь узкий. И вот тогда мы тоже, та же самая технология, только немножко по-другому. Вот мы раз соплили, мы даже можем сразу завязать. Вот его вот завязали, сформировали, вот узелочек. Вот узелочек. Вот у нас сразу, оп, видите, Наташа, вот сразу треугольничек получился. Все понятно. Видите? Вот, вот у нас треугольник уже сформирован. И вот я сюда раз. Мне кажется, даже этот проще вариант. Ну, мне этот больше вариант нравится. Я мужу, там, когда он меня просит, ну, любимая, завяжи мне галстук, я ему завязываю. Кстати, вот, Юль, ты знаешь 26, да, способов завязанных? А знаешь ли ты, что в наши дни, в наши дни прекрасно. И даже длину угадала. Отлично, спасибо большое. Дорогие друзья, в наши дни один шведский математик с помощью компьютерных расчетов доказал, что существует, внимание, 177 147 вариантов завязывания узлов из галстука. Компьютер посчитал. Так что, Юля, нам есть к чему стремиться. Но, дорогие друзья, предлагаю пока освоить хотя бы эти два варианта. Да, ищите галстуки и приступайте. Репетируйте. Но дело в другом. Ведь есть же галстуки, их очень много бывает вот в гардеробе. Да. Которые давно вышли из моды. Что можно с ними сделать? Ой, Наташа, с ними можно сделать все, что угодно. Чехольчик для телефона. Но я люблю делать что-то для себя любимое. Например, украшения. Типа калье. Так, я иду к тебе, ты нам расскажешь, что ты будешь делать. Да, я вот взяла такой яркий галстук, анатонный. Можно брать не однотонный. Все, ну, любого цвета, любой ширины, в принципе, да. Значит, что нам еще потребуется? Галстук. Нам потребуется иголочка. Иголочки и булавочки, я имела в виду. Так. Нитки. Ну, можно бусины. Можно, конечно, без них обойтись. То есть у кого бусин нет, могут бусины не покупать. Можно там все это в более украшенном виде. То есть сейчас мы из этого мужского галстука, если я правильно понимаю, будем делать женское украшение? Да, сделаем женское украшение. Ну, как-то так. Мне очень нравится эта идея. Итак, дорогие друзья, старые галстуки мужские достаем, и сейчас будем украшать себя любимое. Можно и не старые. Можно просто позаимствовать и все. Значит, сначала мы просто делаем складочки. Я самое простое тоже украшение покажу, потому что, в принципе, можно делать любые, как в виде броши, в виде колье. Ну, и сначала просто вот закалываем вот такими вот складочками. Складочкой, понятно. Да, сейчас я покажу зрителям. Складочки делаем еще так, чтобы как будто бы у нас полумесяц так вот выходил, то есть полукругом. Понятно, Анна? Очень интересно. Ну, да, понятно, и я даже понимаю уже, как это будет выглядеть. Даже как это будет выглядеть, это будет шикарнейше выглядеть. У тебя много таких украшений уже из галстука супруга? Нет, муж мне не дает свои галстуки, поэтому мне немного таких украшений, но есть. Вот мы закалываем, закалываем. Можно даже так на себя где-то примерить. Ну, пять-шесть можете точно закалуть, а потом можете примерить на себя, как это будет выглядеть. Ты пока закалываешь, я прочитаю несколько сообщений от наших зрителей. Напоминаю, дорогие друзья, вопрос, который сегодня мы вам задаем, как вы относитесь к подаркам ручной работы. Так, Карина считает, что это очень ценно, но жаль, что они у нас еще непривычные. Карина считает, что подарки вот такие вот, да, ручные, пока непривычные. Может быть и так, но мы сейчас эти стереотипы тоже пытаемся разрушить в прямом эфире. Анна занимается скрапбукингом много лет, блокнотики, рамочки, альбомы. Пока не дарит, очень стесняется, вдруг подарок не понравится. Ну и зря, я считаю, что нужно обязательно попробовать. Это наоборот очень приятно дарить подарки своими руками, да, конечно. Ей еще потом больше захочется творить. Анна, а вдруг понравится? Вот проверьте, конечно же. Алина говорит, что ей подарили картину, вышедшую бисером. Ой, шикарно. Такую, говорит, не купишь. Вот вариант. Алина, Ольга, есть такие рукодельные подарки, пишет, что никакой магазинный не сравнится, но дарить нужно только тому, кому это точно понравится. Дорогие друзья. Это я примеряю. Посмотрите, это подарок своими руками. То есть вот вы когда закололи, можете так вот одеть на себя, ну как вот вы носите, там, предположим, вы любите пониже немножко носить там или повыше, но я люблю, когда вот на груди лежит повыше, да. То есть вот примерно я наметила, где он у меня будет застегиваться, сняла, и теперь вот этот вот хвостик, как-то же нам тоже его нужно деть, чтобы это было красиво. Да, быстро очень получается. Да, и поэтому я его вот так вот сформирую, как сформируется, называется. Бантик такой, да? Да, бантичком. И вот даже хвостичек такой вот оставлю сверху. Вот у меня, ну вот как-то вот так вот получилось. Я не знаю, куда, на какую камеру лучше показать. Вот. Так, потом ты это все, так понимаю, сшивать будешь? Да. Поэтому можешь меня немножко оставить. Да, дорогие друзья, мы вообще сейчас прервемся на рекламу, и очень надеюсь, что после рекламы мы уже увидим какое-то чудное украшение из мужского галстука. Напоминаю, это прямой эфир на Беларусь 4, 342243 телефон. В нашей студии присоединяйтесь. Вернемся после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на Беларусь 4. Аксессуары с изюминкой, сделанные своими руками, станут неожиданным подарком как для подруги, так и для свекрови. Так утверждает Анна Копенкова, которая действительно мастерица на все руки. Я бы даже сказала, не побоюсь этого слова, мастер по подаркам ручной работы. И сегодня она поможет нам освоить вот такое вот интересное ремесло. Но для начала, Анна, покажите свои работы вообще. Вот эти вот шкатулки, это все сделано вашими руками. Да, вы знаете, у нас ежегодно в нашем колледже народных художественных промыслов проходит мастер-класс, на котором учащиеся и мастера предоставляют свои работы. Таким образом мы повышаем свой уровень профмастерства, показываем что-то новое каждый год. И вот в этом году моя группа сделала серию шкатулок с фоамираном. Да, вот, пожалуйста, можете посмотреть. Вот этот фоамиран волшебный, вот сама шкатулка. Да, да, очень мягкий материал. Это чудо просто. Конечно, шкатулки, здесь основной акцент сделан на том, что эти шкатулки сделаны из дерева, из натурального, и сделаны они в технике обжиг. Это очень интересная техника. Вот я обратила внимание на вот такие вот женские украшения. Это все тоже, по-моему, деревянные украшения. Да, это все дерево. Юль, вот обрати внимание, какое чудо. Оксана, посмотрите, мне кажется, и тебе будет очень интересно. Но среди всех вот этих вот работ Анны я, дорогие друзья, нашла вот такую вот деревянную бабочку. И вот это просто какой-то эксклюзив. Да, вы знаете, для молодого человека очень... Да, стилисты дизайнера, посмотрите, какой подарок на 23 февраля. То есть это действительно очень модный сегодня мужской аксессуар, который можно сделать своими руками. Да, опять-таки он сделан из дерева, что самое главное. И я так понимаю, что сегодня вы нам предлагаете тоже сделать очень интересное какое-то украшение из дерева. Да, вы знаете, мы сделаем с вами сегодня брошь. Как говорят, что, значит, лучшие друзья девушек — это бриллианты. Но, к сожалению, наверное, не все могут себе позволить настоящие бриллианты. Мы сегодня постараемся с вами сделать бриллиант, который смогут позволить себе все. Но он будет в любом случае эксклюзивный, потому что он будет сделан из дерева. Это очень необычно. И какой вот самый главный этап создания вообще вот этого украшения? Потому что дерево деревом, но оно у вас какой-то действительно своеобразный структур. Здесь самое главное — это обжиг дерева. Именно обжиг придаёт дереву очень красивую фактуру, проявляет. У нас есть видеофрагмент, я попрошу сейчас показать, где Анна действительно обжигает дерево. И вы тогда прокомментируете. Вот смотрите, Оксана. Да, то есть для обжига нам понадобится газовая горелка. Она, в принципе, продаётся в любом строительном магазине, стоит недорого. Для обжига желательно выбирать дерево сосна или ель, потому что волокна очень хорошо прогорают именно в этих породах дерева. И вот, значит, несложными такими движениями, желательно на свежем воздухе, мы делаем обжиг в данном случае рамочки. И посмотрите, как красиво проявляется фактура дерева. То есть, казалось бы, обычная рамочка, но вот когда мы делаем обжиг, у нас появляется очень красивый рисунок. И вот такие же рисунки я вижу сегодня вот на таких ваших заготовках. Да, это наша заготовочка основная. То есть сейчас мы будем делать брошку? Да, мы будем делать брошечку. Нам ещё понадобится, помимо деревянной заготовочки, фоамиран с блёсточками. Потом нам понадобятся стразы для декора. Ну, суперклей. Начинаем? Как это делать? Значит, у нас уже подготовлено всё. У нас есть эскиз, по которому мы будем делать наш бриллиантик. У нас вырезаны заготовочки из фоамиранчика. И мы прикладываем вначале. Каждый элемент мы должны положить на своё место. То есть примеряем? Да, конечно. И только после этого мы будем уже приклеивать. Ну, я уже примеряла много раз, поэтому я начну уже приклеивать. Мы берём суперклей. Наносим, значит, небольшую часть суперклея на дерево. И приклеиваем наш фоамиранчик. Вы сами носите такие броши? Конечно. Посмотрите, обратите внимание. Да, очень. Я очень люблю всегда... Значит, то, что я делаю, я всегда пробую на себе в первую очередь. Я не могу у Юли не спросить. Я знаю, что ты сама делаешь такие вот всяческие интересные, да, великолепные такие вот украшения своими руками. Как тебе деревянные изделяны? Вообще шикарно. Я вообще люблю натуральные материалы. Это же так, ну, приятно. Ну, вот смотри, а вот такая брошь, она, в принципе, под какой наряд подойдёт, как ты считаешь? А под твое украшение? Под любой подойдёт. И сюда подойдёт. Вот смотри, как будто у меня тут чуть-чуть уже... А, так у меня уже всё получилось, я думала ещё тут бусинку пришить, смотрите. Анна, обратите, Оксана, обратите внимание, что можно сделать из мужского галстука. Посмотри, как интересно. Вот так вот, вот так вот. И вот, и вот, смотрите, Анна, и ваша брошька. Очень шикарно, да. Как-то так. Как-то так. Очень хорошо подходит, да. Да, просто у меня нет зеркала, поэтому мне сложно судить, что получилось. Очень хорошо. Перед зеркалом, если посмотреть, может быть, где-то ещё складочку нужно поставить. Ну, принцип понятен. Забрали у супруга галстук, сделали из него пару таких вот движений, зашили бусинки, брошечки. И мы красивы, как всегда. Но ведь, дорогие друзья, без мужчин не обойтись. Итак, Анна, я так понимаю, что уже у нас получается украшение. И очень просто всё, да. Да, конечно. И украшаем, чем хотим дальше. Тут главное подготовиться. И нужно не бояться, особенно обжига. Это всё делается очень быстро, легко, но зато очень эффектно. Я представляю, ваши ученики в эти дни, как готовятся к праздникам, наверное, все заняты тоже такими подарками. Чем вообще вы их учите, расскажите? Ну, вот на данном мастер-классе мы представляли работу, это вот наши шкатулочки, да. Потом у нас была серия настольных календарей с элементами скраббукинга. Тоже сейчас очень модное направление. Вот, потом мы делали броши ещё из бисера. Вот тоже сейчас очень большой спрос на броши из бисера. Мне кажется, дорогие друзья, что вот такие вот броши из бисера, из дерева, они не только украсят гардероб одежду, наряд какой-то, но обязательно подчеркнут ещё какой-то стиль, да. А самое главное, мне кажется, добавит настроение и тому, кто делает, и тому, кто будет это носить. Вообще прекрасная идея для подарка своими руками. Вот пока Анна заканчивает эту брошь, я хочу спросить. Юль, ты уже намекнула супругу, что хочешь получить вообще на 8 марта? Муж знает всегда, что я хочу получить. Психолог говорил, что когда пары проживут долго, в принципе, муж и жена знают друг о друге всё. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу напомнить, что вот такая цветочная композиция, которую сегодня в тени эфира сделала Оксана, на самом деле может стать не просто подарком, да, а ещё и действительно украшением интерьера. Вот так вот красота пахнет как, как за ним правильно ухаживать. Я так поняла, не поливать цветочки, давай ещё раз напомним. Так, ещё что? Не хранить на сквозняке, не ставить возле обогревательных приборов, да, батареи, там какие-то обогреватели. От солнечных лучей тоже оберегать от прямых, ну, мало ли вдруг, не зимой будет композиция, а летом. Ну и полив, просто полив, аккуратненько вот так вот разливать. Ого, такое оно и нелёгкое, а пахнет. Ой, дорогие друзья, я не знаю, но это очень красиво, действительно, дома обязательно попробую это сделать своими собственными руками. Но, Оксана, вот впереди 8 марта, нужны советы. Самые популярные это тюльпаны будут. Как сохранить, я, например, очень люблю тюльпаны, они первые, да. Как сохранить вот этот цветок как можно дольше в вазе после праздника? Самое главное, для хранения любого букета это чистая ваза, чистая, не та, которую достали, она пылилась, там полгода ждала своих тюльпанов, а вот достали чисто, каким-нибудь абразивными, даже не бойтесь вообще, помыть чем-нибудь таким жестко щелочным, даже хлоркой. И холодная вода. То есть холодная вода чистая. Тюльпаны, большие сладкоежки, они любят сахар. А, то есть добавлять сахар? Можно добавить сахар. Можно прямо ножку... Кусочный шоколадки. Ножку тюльпанчика можно туда прямо кунуть в сахар. Засахарить. В общем, тюльпан надо засахарить. Юль, невозможно оторваться. Очень интересно получилось. Спасибо. Да, Оксана, еще один вопрос. А какие вообще цветы ждут наших женщин 8 марта? Какие букеты будут в моде этой весной? Букеты? Ну, цветы всегда в моде. Сейчас уже мы отходим от стандартных там 3-5 розочек, там тюльпанов, пленки. Это все-таки акцент идет больше на упаковку. На, там, не знаю, корзинка, коробка, шляпные коробки. Очень модно сейчас композиции делают, да. Коробки в виде сердечек, коробки просто с крышками, которые устиланы, с цветами. И ты поднимаешь крышечку, а там цветы. То есть очень, ну, такой сюрприз. И с этим сюрпризом, за этим, очень легко ухаживать. И входить с ним можно куда угодно и где угодно. Ну, в общем, сейчас же мы живем в мире совершенных технологий, да, и больших скоростей. Любые цветы привозят к нам в страну. Абсолютно любые. Спасибо большое, Оксана. Дорогие друзья, согласитесь, что не только цветы, не только вот такие броши, вот такие вот украшения, галстуки могут стать подарками. Ну и еще вот приближающиеся праздники, конечно же, мы ждем друг от друга каких-то поздравлений, телеграмм, открыток. Ну, посылка, это вообще прекрасно. Но на самом деле нас очень волнует вопрос. В последний момент мы же обычно, да, вот спешим на почту и что-то отправляем. И очень волнует вопрос, успеет ли наш подарок доставить адресату. И вот подробности вот именно этого момента, эти моменты нам сейчас расскажет Марина Перегудова, заместитель директора Гомельского филиала Белпочта. Сейчас у нас на телефоне добрый вечер. Марина Антоновна, вы нас слышите? Так, мы не можем дозвониться Марине Антоновне, но попробуем, пока я зачитаю сообщение в Вайбере, попробуем дозвониться. Итак, есть. Марина Антоновна, добрый вечер. Марина Антоновна, это программа «Добрый вечер, Гомель». Вы в прямом эфире, вы нас слышите? Алло, да, да. Да, добрый вечер. Это программа «Добрый вечер, Гомель», ведущая Наталья Волынец. Мы очень рады слышать вас. Добрый. Вы знаете, вот наступает вот это вот время праздничных открыток, посылок, телеграмм. Скажите, пожалуйста, как же быстро вот в такие праздничные дни будет доставлена посылка или поздравление, отправленное по почте? Марина Антоновна, вы слышите нас? Да, 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 слышу, слышу. Вы можете ответить на вопрос, как быстро будет? Добрый вечер всем. В первую очередь, алло, алло. Да, мы говорите, мы вас слушаем. В первую очередь хочу поздравить телеразию компании «Гомель» и ее замечательную ведущую Волынец Наталью Волеевну с победой в республиканском конкурсе, который проводила Белпочта. Лучшим материалом объявлен видеосюжет «Всемирный день почты», который был отнят в рамках вашей передачи. Спасибо большое за поздравление, спасибо. Ну, конечно, показается вопрос, конечно, праздники – это ожидание поздравлений, подарков, хороших новостей, почта, связующие звено всех этих событий. Поэтому в праздники отделение почтовой связи работает в штатном режиме. Все, что поступит в отделение, будет отставлено получателям города «Гомель», районных центров, сельских населенных пунктов вовремя и в срок. Спасибо большое. Я знаю, что у вас есть такая услуга, как ускоренная почта. Вот для каких сообщений она подходит чаще всего? Например, для праздничных подходит или нет? Ну, во-первых, что такое, да, ускоренная почта – это доставка максимально короткие сроки до двери во всех населенных пунктах области. Это в том числе и сельские населенные пункты. А в областных и районных центрах – это и вечернее время. То есть это сегодня самый быстрый, самый надежный способ пересылки. Мне кажется, это прекрасный вариант для праздника, когда мы все в последний момент хотим кому-то что-то подарить. Марина Антоновна, еще один вопрос. Мы все привыкли, что вот «Гомельское отделение Белпочты» делает к праздникам какие-то интересные акции, какие-то интересные, необычные предложения. Скажите, пожалуйста, что ждать в эти дни? Так, ждем звонок. Ну, конечно. Что может быть вообще наилучшим дополнением к подарку, чем открытка, для чего которая подписана своей рукой? Поэтому почта всегда являлась самой насыщенной площадкой по реализации открыточной продукции. В каждом отделении огромнейший выбор на все вкусы. Это и поздравительные открытки, карточки, почтовые конверты. Валентинки все нелюбимые уже сегодня. Ну и что может быть лучше, чем фотография, полученная в подарок? Поэтому вот сегодня в отделении почтовой связи по улице Советская, города Гомель, это в районе Старого универмага, организована фотозона, где можно сфотографироваться, получить незабываемые снимки, ну и также ознакомиться со всеми новинками, которые предлагает почта. Спасибо. Поскольку еще и время-то идет довольно быстро, и при двери международного женского дня, 5 марта мы будем проводить акцию, но под названием «С любовью». Что это значит? При покупке поздравительной карточки с 8 марта почта обеспечит бесплатную ее пересылку по всей стране. Ну это, конечно, возможность в тишний раз выразить любовь к своим мамам, к своим бабушкам, к своим любимым. Марина Антоновна, спасибо вам большое за эту ценную информацию. Хорошего вам вечера. Напоминаю, что заместитель директора Гомельского филиала «Белпочта» Марина Перегудова только что делилась, скажем так, не только советами, но и планами, да, Гомельского филиала «Белпочта» в эти праздничные дни. Ну что ж, дорогие друзья, вот у нас уже готово украшение, которое может стать, давайте покажем, которое может стать прекрасным еще одним подарком. Вы знаете, вам очень подойдет вот даже вот к этой кофточке, вот можно приложить по цветовой гамме, очень хорошо смотрится. Спасибо, это мне? Спасибо большое. Я буду рада, если вы будете носить. Спасибо, Анна, спасибо всем за эти замечательные полезные советы. Дорогие друзья, вы знаете, вот мы сегодня собрали действительно такие вот оригинальные идеи для подарков своими руками и очень надеемся, что они вам пригодятся. И неважно, сколько вам лет, есть ли у вас, скажем так, талант к творчеству. Наверное, все-таки самое главное, что подарок своими руками – это такой прекрасный вариант кого-то удивить. Так что удивляйте, творите, не бойтесь и смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». А мы прощаемся с вами. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»!